Благополучие города – результат слаженной команды и его жителей. Сегодня глава Волгограда Владимир Муарченко поблагодарил специалистов, которые своим профессиональным трудом вносят свою лепту в развитие города и делают жизнь волгоградцев комфортной и безопасной. Тему продолжит Екатерина Кудряшова. Учителя, врачи, спасатели, работники коммунальных служб в преддверии Дня города благодарности и поздравления принимают все, кому волгоградцы веряют в своей жизни и судьбы. Открыть заклинившую дверь, обследовать дно водоема или помочь пострадавшим в ДТП. Сотрудники муниципальной службы спасения выполняют десятки задач, чтобы помочь волгоградцам выйти из сложных ситуаций. Ренат Хантемиров на службе вот уже 7 лет, но героям лично себя до сих пор не считает и уверен, что главное в спасательном деле – командная работа. У нас дружный коллектив, нам нельзя по-другому, потому что мы друг за другом в ответе. Мы всегда должны доверять друг другу. Всегда радостно кого-то рождают, благодарят. Высокую оценку за педагогические заслуги получила учительница русского языка и литературы 16-й гимназии Анна Мачеева. Ее выпускники регулярно побеждают в Олимпиадах и сдают ЕГЭ на отлично. Свою миссию педагог видит в популяризации родной культуры и воспитании достойного поколения волгоградцев. Кто-то начитанный, кто-то интересуется литературой, кто-то интересуется спортом, но они, в общем-то, я думаю, достойное продолжение. Без воспитательного момента школа просто быть не может. В основном воспитание семейное, но мы поддерживаем все то, что закладывают в них родители. Нынешний год не самый простой, но слаженная командная работа позволяет выполнить все профессиональные задачи. Обращаясь к волгоградцам, глава города Владимир Марченко подчеркнул, все обязательства перед горожанами будут выполнены. Каждый присутствующий в этом зале на самом деле является коллегой, единомышленником. Каждый выполняет свою работу и является определенным звеном, частичкой, целой городской команды. Ставим перед собой на следующий год еще очень серьезные задачи. Я думаю, что если работают вместе, сообщат, то многие задачи нам по ключу. Перед городом стоят серьезные задачи. Строительство школ и развитие спортивной инфраструктуры в каждом районе. Обновление дворов и реконструкция дорог. Так в ближайшие годы Волгоград покинет транзитный транспорт. Объездная магистраль готова почти наполовину. В следующем году на 90% будет обновлен автопарк общественного транспорта. На линии выйдут около 200 новых автобусов на газомоторном топливе. Готовятся волгоградцы и к празднованию 80-летия Сталинградской победы в 2023 году. А уже в ближайшие выходные горожане отметят день рождения города. В праздничной программе концерты, конкурсы и фестивали. Екатерина Кудряшова, Анна Рябова и Роман Седлецкий. Время новостей. Продолжение следует...